Навальный заканчивает пламя на призыв. Если вы кого-нибудь из этих людей знаете, господа, я знаю много этих людей. Он врач. Переходим к третьей части. Значит, внешняя политика. Наконец-то Владимир Владимирович Путин поздравил избранного президента Джо Байдена с победой на американских выборах. Что это такое? Все-таки Трамп проигрывает или еще у него есть какие-то шансы? Что нам ждать от доллара, от евро? Приближается Новый год? Не будем иронизировать. Я-то на всю жизнь запомню, как Владимир Владимирович поздравил Григория Алексеевича Явлинского с прохождением в Госдуму в 2003 году. А дальше, как я подозреваю, понадобилось бросить Единой России срочно очередное большое количество процентов. И, соответственно, доля всех остальных резко упало, яблоко не попало в Госдуму. Так что на месте Байдена я бы встревожился. Но учитывая, что товарищ Байден, судя по всему, искренне верит, что его избрали президентом Советского Союза, то человеку можно и не извернуться. Нет, на самом деле там все очень неоднозначно в Америке по-прежнему, потому что коллеги выборщиков-то проголосовали за Байдена. Проблема в том, что образовались параллельные коллеги выборщиков, которые проголосовали за Трампа. У них есть процедура верификации, как с галкой в ВКонтакте или в Фейсбуке, когда губернатор верифицирует, что это коллеги выборщиков правильно. Соответственно, коллеги выборщиков, которые самоорганизовались, они устроили бардак и сейчас подают в суд, чтобы их признали правильно. То есть реально все будет решаться 6 января. 6 января соберется Конгресс, который скажет, что да, выборщики проголосовали правильно, ставим галку. Это средневековый порядок избраний, когда не было телефона, не было электричества, когда люди в соседнюю деревню на лошадь не ехали. Конгресс собирается и говорит, так, выборщики правильно, мы с ними согласны. Одного голоса вице-президента, который председательствует на заседание этого Конгресса, достаточно, чтобы все поветело в Тар-Таран. Один человек может отменить выборы вообще, это закон. Он никогда не применялся, но он прописан. Он может сработать, теоретически. И второе, что очень важно, если это случится, гражданская война начнется сразу, потому что черные расисты и либеральные фашисты выйдут на улицы сразу, они готовы к этому. Ну, правда, роднеки тоже к этому готовы, они уже... Перед выборами была огромная миграция населения. Люди переезжали в Штатах к своим поубеждениям. А если Байден будет президентом, то война начнется, я думаю, где-нибудь через... Ну, год они проживут, а дальше неопределенность. Потому что Камала Харрис начнет превращать Америку в Зимпанку. Ей некуда деваться. У нее однозначно очень жесткие обязательства перед черными расистами. Тут деваться некуда. Просто некуда. Как бы это не вопрос ее личных качеств, она в таком положении, как Хрущев. Поэтому все будет решаться 6 января. Дальше мы отметим Рождество. Новая Америка прямо сейчас. Доллар, евро, рубль. Значит, я считаю, мой прогноз остается, потому что технический анализ у нас остается. Другое дело, что там проблемы со временем. Модель не дотянута, она не работает со временем. Что будет укрепление где-то до 1,10-1,11 доллара за евро. Сейчас 1,216, я напоминаю. Дальше доллар завалится по отношению к евро, по крайней мере, на 1,34. А дальше уже надо будет смотреть. Но ничего страшного. Было 1,60 доллар за евро, на самом деле. Не так давно. Но 1,49 было. То есть 1,34 – это не катастрофа. Но вопрос, что будет дальше, какова будет динамика этого съезда и каковы будут факторы вокруг этого. Потому что это может быть вызвано и гражданской войной, и может быть вызвано изменением климата. Разум. И с рублем, рубль немножечко укрепится, дальше все равно будет слабеть. Потому что другого способа поддержки экономики, поддержки текущих доходов в бюджет, кроме девальвации, это я дичал и придумать не могу. В одной из передач вы упомянули, что Америке может грозить дефолт. Нам может грозить отказ Америки от доллара. Отказ Америки от своих обязательств. Но это не сейчас. В годик они еще потеплыхаются. У нас будет падение фондового рынка. Первая реакция на падение фондового рынка – укрепление доллара. Дальше доллар завалится вместе с фондовым рынком. Дальше надо будет смотреть. Ну и переходим к еще одной очень нашумевшей теме, которую тоже все обсуждают. Да, я подчеркиваю, что это гипотеза. Не нужно на основании этого бежать в обменку и менять деньги. Потому что это мои риски. Особенно все. Как рискую я. Вы должны понимать, что это риск. Я могу ошибиться. По поводу расследования Навального. Навальный, Алексей Анатольевич, сделал очередной выпуск расследования разоблачения. Он рассказал о том, что наконец-то установил. Подлинно знает, кто конкретно его травил. Из всего расследования у меня лично возникло довольно много вопросов. Но факт, который, мне кажется, установлен довольно ясно, что да, была некая группа сопровождения, одни и те же лица, которые чуть ли не 30 раз сопровождали его в тех или иных поездках, постоянно вместе с ним, куда он, туда и они. И вроде как эти же люди несколько раз... А вот это уже вроде как. Эти люди несколько раз его пытались отравить. Доказательства приводятся. Просто по телефону они звонят какому-то там человеку, кто мог быть этому свидетелем, директор какой-то кафешки. Этому нельзя верить как надежному доказательству. Вы знаете, я просто подумал. Сколько раз мне было плохо в моих командировках. И как мне было плохо. Я иногда ходить не мог, так мне было плохо. Может, меня тоже пыталась проклятая губуха отравить. А потом появился, слава богу, Светоч Навальный, и она просто переключилась на него. Коллеги, спасибо. Если это правда, и вы меня не дотравили вашими новичками в моих командировках бесконечных, то спасибо вам большое за то, что вы с меня переключились. Вы правда, искренне. Значит, второе. Товарищ Навальный с 2009 года является фигурой федерального значения. По уровню политической значимости он второй после Путина. Именно поэтому ему, так сказать, самолет из Германии, именно поэтому сейчас под охраной, так сказать, спецслужб немецких и так далее. Так что, извините, то, что за ним в командировку ездят, так сказать, смотрящие, а, простите, а как они могут не ездить? С ним что-то случится в командировке. Что, его просто так положат в больницу? Человека из Москвы с московским страховым полюсом? Ага, далеко не везде. Человека с московским страховым полюсом положат в региональную больницу. Да еще обеспечат ему там уход и контроль, извините. Я думаю, что мы все знаем, в каком состоянии находится оптимизированная медицина. И мы все понимаем, что господин Навальный получил медицинское обслуживание по тому уровню, который недоступен для 90% из нас. Даже в Москве. Дальше. У товарища Навального потрясающая логика, потому что вот я хотел сначала пошутить, что новичок действует на мозг. Это же не он, это Навальный, на расследование. Он, честно, это не я. И это валялся в отключке. Расследовали BillingCat и какая-то еще вторая контора. То есть, переводим на русский язык. Данные предоставила МИ-5. Ну, Инсайдер и CNN что-то там все поучаствовали. Нет, CNN поучаствовала в распространении. Якобы в проверке. Ага, CNN что-то проверяет. Можно посмотреть, что они говорили про скрипаля. То есть, данные предоставила МИ-5. Переводим на русский язык. Или МИ-6, я их путаю. Просто вот, как бы, МИ-5 года три назад была признана самой лояльным геем, работодателем всей Великой Британии, всего Соединенного Королевства. Что-то после этого у них перепуталось. Не только в хромосомах, я боюсь. А потому что, простите, как бы сказать, помягшее. Вот просто вот такой всесильный чудовищный Путин, который командует отравить Навального в 2016 году, чтобы он не попал на выборы в 2018 году. А, вы знаете, Навальный участвует. Вы знаете, Навальный скачет на выборах 2018 года. Его никто не травит. Он живой и светится. Его травят через 4 года. Ну, ребят, понимаете, конечно, ребята, наверное, анализируют исполнение майских указов 2012 года. Но согласитесь, что благоустроить страну и отравить человека – это разные сложности задачи. И разные поважности задачи. Если исходить из того, что Путин действительно такой людоед, какую, так сказать, видится Навальный. Мне очень тяжело было смотреть этот ролик, потому что Навальный выглядит как Фантомас. У него абсолютно неподвижная вот эта вот часть лица. Как будто она обколота. Вот все, что вокруг глаз, у него неподвижно абсолютно. То есть это признак чего-то. Я не поговорил еще со своими врачами, чего это признак. Но просто вот сама логика. Как происходит отравление, я могу рассказать. У нас отравили одного деятеля, который очень сильно нагадил неустановленным, так сказать, личностям. И человек две недели метался по всей стране в поисках противоядия. Он знал, что его отравили. Я не могу называть фамилию. Он знал, что его отравили. Он метался по всей стране. Противоядия не было. Этот человек был охраняем, прости господи, намного сильнее, чем Навальный. У него была своя охрана, у него была государственная охрана, как я понимаю. Ему ничего не помогло. Дальше у меня был знакомый, который в 93-м году дал неправильный прогноз на валютном рынке. По состоянию по динамике валютного рынка. Он взялся за ручку машины и упал, потому что инфаркт на месте. Я после этого, наверное, год за ручки машины, даже летом, рукой без перчатки не брался. И вещество, которое вызывает мгновенный инфаркт, выходит из организма, само без всяких процедур, максимум в течение 30 минут. Это известно всем. Это описано в литературе. Не только в интернете. Это вещество известно с 30-х годов прошлого уже века. Нанести это вещество на что угодно, никаких проблем. На перчатку нанести и в перчатки вот так вот взяться человеку за шею, за руки и что-то еще. И убежать. Ну, на худой конец. На самый худой конец. То есть вы все-таки склонны думать, что... Если бы кто-то Навального хотел отравить в 16-м году, до католического родительства 16-го года он бы не должен. Неважно кто. Вот бандита с подворотами. Он может это сделать. Это несложно. Это недорого. Может быть, это сложно с теми веществами, о которых я сейчас говорил. Но извините, я говорю. Немцова пристрелили напротив Кремля. И никто никаких проблем с этим не испытывал. Заказчик до сих пор еще. И, понимаете, просто безумная логика. Страшный, ужасный, великий Путин, который меня сопровождает. И за 4 года меня так и не траванул. Причем травили всех. Ребята, химическое оружие – это вещество. После которых пострадавших не остается. Если бы Дауна и спорта Дауна применили против Скрипалей новичок, выжившего, бывает, в этом Солсбери, не осталось бы никого. Извините. И то же самое касается этого. Ну и, наконец, вишенка на торте. Я уже написал в Телеграме, поэтому расскажу. Я там, Навальный заканчивает пламя на призыв. Если вы кого-нибудь из этих людей знаете. Господа, я знаю много этих людей. Он врач. Ну, по крайней мере, сходство потрясающе. И не только лица, но и, так сказать, фамилия. Но это интересно. Сходство потрясающе. Этот человек – врач, очень хороший врач, очень хороший человек. Работал в ведомственной поликлинике одного из наших ведомств. Даже можно назвать это ведомство с некоторой натяжкой силовым ведомством. Но не Минобороны и не ФСБ. Человек по профессии, извините, отлоритмолог. Ух! Из этих людей, кого Навальный назвал своими отравителями, есть простой лор, который работал в поликлинике. Он качественный лор, очень качественный лор. Он работал в очень серьезной поликлинике. Вы туда с улицами зайдете, я туда с улицами зайду. Это все очень серьезно. Он хороший врач, он отличный врач, прекрасный человек. Может быть, когда-то он работал в ведомственной поликлинике в ФСБ, 15 лет назад. Может быть. Может быть. Может быть, он был в каких-то горячих точек. Я не знаю. У человека вот такие вот лапки лора. И, так сказать, непробиваемые радуши, которые характерны для людей, которые, в общем, поведали много всего. Я допускаю, что он где-то там когда-то был. Фотография старая, фотография типа 10-летней давности. Сейчас он уже седой, и уже не так много на нем растительности. По крайней мере, 7 лет назад было не так много растительности. То есть я могу предположить, что просто есть какой-то архив у НИ-5, какой-то мелкий клерк, может быть, даже нормальной ориентации. Выбрал оттуда фотографию. Сам дарил. Все равно никто ничего не может проверить. Ну, может, конечно, я путаю. Может быть, я путаю. Не знаю. Потому что бывают похожие люди. Вот. Ну, само по себе два очень похожих человека, кто работал в ведомственных структурах, связанных с индициной. Еще человеку и имя с отчеством перепутали совсем спешно. О, имя и отчество перепутали. Понятно. Я не могу называть человека, да? Потому что, ну, как бы, в отличие от Навального, я соблюдаю тайну личности. Я могу совершенно точно сказать, что этот человек никакого отношения, никакой химии не имел. Ну, кроме тех антибиотиков, которые там в нос закапывают или в ухо. Но это, на самом деле, интересно. Вы не только аналитику дали, но и личную такую информацию. Я же все досмотрел до конца вчера в ночи, там, в час ночи. Я заканчивал смотреть. Вот если вы кого-нибудь увидите. Еще раз проходит. Блин, где же я видел этого человека? Блин, как он же меня лечил. Он же мне, так сказать, когда у меня совсем было плохо с ухом, туда, значит, закапал. Говорю, вот этот антибиотик хороший, а вот этот плохой. Не надо вот этот покупать. Не надо вот этот покупать. И фамилия. Хорошо. Осталось два вопроса нам обсудить. Первый. Это, на самом деле, похоже на какой-то дурной анекдот. У нас в Санкт-Петербурге, известно, ужесточают меры, особенно в новогодние каникулы. Нельзя будет работать ни музеем, ни театром, ни рестораном. Местные власти, беглов делают все, чтобы туристы в город не приехали, чтобы не ухудшилась, не дай бог, эпидемиологическая обстановка. И тут потрясающая новость. То есть, московские власти заявляют, мы готовы к наплыву туристов на Новый год. Это что такое, Михаил Геннадьевич? То есть, они специально, что ли, так подстроили, чтобы в Питер никто не ехал, чтобы все направлялись в Москву? Это Собянин Беглова переиграл? Ну, вы знаете, Собянин никогда не будет переигрывать Беглова по очень простой причине. Собянин ему оказал братскую помощь. Но если вы человеку по-братски помогли в свое время, то вы уже с этим человеком конкурировать не будете. А Собянин Беглова практически спас. Он отправил в специальную комиссию в какое-то время, в позапрошлой зимой, в конце зимы, которая учила товарища Беглова и его подчиненных, как нужно сбивать снег и лед с крыши. Как сосульки сбивать, чтобы они не убивали людей. А, Михаил Геннадьевич, я вас-то должен прервать. Вы, я регулярно смотрю другие ваши передачи на разных каналах, вы часто упоминаете эту историю, но там есть такая тонкость. В то же время, когда Питер терпел настоящее бедствие, что некому было расчищать дороги, сосульки сбивать и так далее, и так далее, появилась вдруг информация, что питерская техника, снегоуборочная, она как раз в это время почему-то, зачем-то оказалась в Москве. Потому что в Москве за месяц до того наблюдались проблемы, она отправилась в Москву разбираться здесь, а уже потом, когда в Питере начались проблемы, уже потом... Эти одичалы довели дело до того, что коммунальной техники не хватает на две столицы. Я понимаю, это объясняет, почему лед на улицах, но это не объясняет, почему лед на улице не посыпают песком, это первое. Да, но если вы лед посыпете песком, то ноги вы там уже не переломаете. Когда снежок выпадет, вы ноги промочите и все, проклянете, начиная от Путина и кончая Беглову, но вы не переломаете ноги, потому что песочек, он не скользкий. А во-вторых, расскажите мне, пожалуйста, какую коммунальную технику используют для сбивания сосульок. Неизвестен только лом. А мы в Питере тоже все были в Москве? Без комментариев. Да, так что по этой причине Собянин, как человек, который, так сказать, младшему братишке помог, он уже с ним конкурировать не будет. И у него здесь все гораздо проще. У нас же коронависие, это же феномен не медицинский. Если бы действительно у нас была эпидемия, тогда действительно госпожа Попова выступала бы в роли не главы Роспотребпозора, или как он там называется, а главного врача. Она совмещает две эти должности. И как главный врач выдала бы медицинское предписание. И по всей стране был бы введен единый режим. Единый режим. Не в том смысле, что везде все умерли и боятся чихнуть. Нет. Что если заболевших нет, мы живем. Если один заболевший режим такой, если два заболевших режим такой, если три заболевших режим такой, нормальная медицинская процедура. Но поскольку коронавирус к коронавирусу отношения не имеет, а имеет отношение к оптимизации здравого захоронения и обещанию государства, то у нас ввели режим феодальной раздробности. Когда что делать в городе, решает не врач, решает губернатор. Даже в государственную комиссию по борьбе с коронавирусом не ввели ни одного специалиста. Ни одного вообще. Королов устроил, так сказать, скандал по этому поводу. Ладно, черт с ним. У нас коровы уважают все. Поэтому ввели одного академика, товарища Чучалина, который очень хороший человек и прекрасный специалист, только он клиницист. Он прекрасно расскажет, как именно у вас разрушаются легкие, а вот почему и что с этим делать, это уже, так сказать, другим специалистам вопрос. Соответственно, так называемая борьба с коронавирусом, на самом деле разжигание коронавирусия, это функционал каждого отдельно взятого губернатора. То есть это вопрос административно-политического произвола. Ну и дальше все просто. Товарищ Беглов испугался. У него одни, так сказать, морально-психологические тактико-технические качества. А товарищ Собянин, у него нервы, судя по всему, покрепче, для управления получше, поэтому не испугался. Вот и все. Вот вся разница. И последний вопрос. Поэтому на Красной площади у нас будет толпа трудолюбивых соотечественников из Средней Азии, которые будут кричать, может быть, даже у рани. Потому что они уже купили или получили гражданство, ну может быть купили, может быть получили, и уже, так сказать, говорят по-русски. Хорошо. Это же русский не может получить гражданство России. Если вы из Средней Азии, но, так сказать, представитель соответствующих народов, то у вас там же структура есть, все в порядке, только платите. Последний вопрос на сегодня. Владимир Путин на этой неделе принял участие в работе первого социального онлайн-форума «Единой России». Цитата. «Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа рядом с людьми, на местах – это повод провести аудит своих рядов, дать заслуженную оценку для тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя добрым, сердечным человеком, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Именно с ними связано успешное будущее партии». Владимир Владимирович показал свое доверие партии власти, как ее называют, партии президента. Путин, «Единая Россия». Какие перспективы у этого тандема? Прекрасные перспективы. Трехдневное голосование. 81% аудитории одной из радиостанций считают, что это гарантия классификации выборов. Поэтому «Единая Россия» получит большинство, а вместе с партией «Фаберлик» или с чем-нибудь еще, они получат конституционное большинство. Ну, «Новые люди», так называются. Они получат конституционное большинство, все у них будет прекрасно. Другое дело, что будет со страной после этого. Обратите внимание, ведь Путин ставит очень сложную задачу, очень творческую задачу. Что такое «Единая Россия»? Она производит впечатление. Партии блатных феодалов. Партии, представители которых всем объясняют, что мы вас рождаться не просили, мы вам ничего не должны. Это партия представителей, которые до сих пор защищают повышение пенсионного возраста. Обратите внимание, после августа 2018 года Владимир Владимирович Путин повышение пенсионного возраста не защищает. А «Единая Россия» – это трудоедственное защищение, не деваться. Это люди, которые голосовали за все преступные законы, за оптимизацию здравоохранения, то есть за убийство людей, за реформу образования, то есть за дебилизацию людей. А вот теперь представьте себе, что вы уничтожаете людей пенсионной реформы, уничтожаете людей лишением медицинской помощи, дебилизируете детей, от этого сходят с ума и дети, и родители. Вы убиваете людей лишением их работы. Вы одобряете, всемирно развиваете коронависие, и при этом вы должны выглядеть, как он сказал, добрым и сердечным человеком. Который готов прорегаться, да. Быть доктором Менгеля – это несложно. Ну, много садистов, много людей с ущербной психикой, но быть доктором Менгеля и при этом выглядеть добрым и сердечным человеком – это действительно сложная задача, это титанические усилия, естественно, нужно провести социальный аудит, чтобы оставить только тех, Единая Россия, ну, может быть, не людоедов, но единороссов, это для некоторых является синонимом эти слова, а только тех единороссов, которые, выполняя вот эти функции по уничтожению страны, способны выглядеть добрыми сердечными людьми. На месте единороссов я бы задумался, потому что это действительно нетривиальная задача, я бы не смог, правда, вот дымящимися от крови невинную жертву камер, наводить на себе грим, чтобы быть добрым и сердечным человеком. Я так понимаю, для этого нужно быть шизофреником. Не знаю, понимаете, вот проголосовать, не психиатр, проголосовать за бюджет 2021 года, который лишает вообще любых надежд на все, который в условиях коронавируса сокращает расходы на здравоохранение. Да более того, смотрите, логика-то в чем? Путин говорит, что Единая Россия, самая многочисленная политическая сила в стране, которая должна была на общегосударственном, на законодательном уровне организовать помощь людям, вместо этого он говорит, а давайте мы отметим тех, кто в своем районе, в своем городе, там, не знаю, раздавал что-то там и так далее. То есть вместо настоящей политической работы, как она должна быть, он говорит, давайте найдем одиночек, кто пытался идти против этой безумной системы. Ну логика в чем? Да нет, давайте найдем одиночек, которые пытались выглядеть по-человечески, которые людям, которых они уничтожают, улыбались. А зачем тогда нужна эта партия, если она ничего не сделала? Если фактически эти одиночки шли вопреки этому? Подождите. Задача государства какая? Объективно стоящая перед ним, которую он выполняет все треть века национального предательства. Разграбление данной территории. Материальный капитал разграбили 20 лет назад, процесс закончился. По крайней мере, с 2004 года, с третьего, с реформы энергетики, идет разграбление нематериального советского наследства, социального капитала, организационного капитала, технологического капитала. Это уничтожение страны и уничтожение людей вместе со страной. Люди, с точки зрения этого государства, я не говорю, там много хороших людей, и они вряд ли это осознают. Кто начинает осознавать, тех увольняет. Но функционал – это переработка биомассы, которая по праздникам именует с населением в личные богатства. Это гипотеза. Но по-другому объяснить эту политику у меня, по крайней мере, не получается. Хорошо, к чему здесь страна? Единая Россия – это партия, которая, с одной стороны, обеспечивает социальную анестезию, чтобы можно было отрезать от страны все новые и новые куски. Сначала образование отрезали, потом здравоохранение отрезали. И при этом страна не кричала, не просыпалась и не сносила этих самых, так сказать, операторов, которые с ней это творят. А, с другой стороны, это партия, которая выполняет все эти процедуры. За все преступные законы, за все законы, производящие впечатление преступных, голосовала Единая Россия. И уже следующего года сокращение реальных расходов на здравоохранение. Отказ от академического развития. Ничего нового, все продолжение всей этой политики. Простите, пожалуйста. А какая другая партия проголосует за такое? Вот, справедливо, Россия проголосует? Нет, не проголосует. КПРФ? Нет. ЛДПР? Ну, может, проголосуют, но не все. Абшерин не проголосует, например. Никогда, не полуфицер больше, ни при каких-то статистах. Кто еще? Яблоко за это проголосует. Яблоко-то, конечно, проголосует, но за яблоко никто не проголосует. Вот в чем-то да. Единая Россия незаменима. Вы что думаете, так много людей, которые готовы уничтожать свой народ в свою страну? Все понятно. Говоря о том, что Единая Россия следует выдвигать на передний план людей, как там, я уже сам забыл, искренне... Добрых и сердечных. Добрых и сердечных, это просто значит, что нужно увеличить дозу анестетиков. Да, конечно, конечно. Это был Михаил Геннадьевич Делягин, спасибо вам. И здесь последний пример. Перед тем, как свинку забить в домашнюю хозяйство, ее же не просто кормят, чтобы она всем рылом залезла в базью с едой. Нас государство так не делает. Но по головке погладить и за ушком почесать, это полезно. А потом кувалдой по голове. Спасибо, Михаил Геннадьевич, до новых встреч. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова